привет друзья снова гуляю я с вами сегодня по своему любимому парку показываю вам свои красивые места и сегодня я хочу вам знаете что немножко рассказать о себе так вот друзья я родилась на юге россии у берегов реки дон замечательном великолепном городе новочеркасск который был когда-то столицей донского казачества и все мои деды и бабки и по материнской линии и по отцовской линии они также были донскими казаками любимая моя книга это конечно тихий дон шолохова михаила как вы понимаете моего земляка и я ее читала наверное три раза просто в запой родилась я в 1955 году друзья и я настолько старая черепаха тортила что я даже помню ужасное событие которые произошли в новочеркасске вот это вот когда расстреляли демонстрантов я хоть была и маленькая но я была просто свидетелем вот этого вот ужасного случая друзья а вы только посмотрите я опять поверить не могу только-только почки выскочили и вы видите это же каштан он уже начинает набирать цвет такие огромные листья как боже все быстро бежит каштан опять же мое любимое дерево потому что в моем любимом городе новочеркасске городе моей юности и моего детства вот эти каштаны они везде и еще в этом замечательном городе мне нравится вот традиция такая что там разные улицы усажены разными деревьями вот в частности каштаны цветущие красивые они у нас по улице московской так вот друзья а я вот наверное родилась под счастливой звездой или как сказать наверное ангел хранитель меня хранил потому что вот эта история была такая очень странная очень неприятная когда мы с сестрой сестра у меня старшая всего лишь на два года у нас разница и раньше времена были другие не такие как сейчас и детей отпускали одних маленьких ходить и мы через весь город ходили к бабушке почти практически через день мы очень любили у нее бывать вот и вот однажды мы как раз пошли к бабушке это был июнь месяц прекрасная погода и возвращались назад вот как раз и случилось вот вы знаете буквально вот каких-то наверное двух часов нам не хватило или как сказать или наоборот хватило чтобы все вот это случилось весь этот расстрел на площади которую мы в принципе вот по по своему пути следования сестрой мы как раз проходили через эту площадь и мы могли бы туда попасть и как дети мы могли бы там остаться открыть рот смотреть что происходит могли бы точно также туда попасть но вот бог миловал как говорится или ангел хранитель спас но вот я хоть и была маленькая очень но и вот до 22 лет я жила дома с родителями не мне все нравилось очень и я закончила институт который называется сейчас академии но черкасской мелиоративная академия я его закончила и вы знаете никуда я в общем то и не собиралась бы и жила бы себя дальше в своем любимом городе но как вы знаете тогда были такие времена что нужно было ехать по распределению после окончания института и вот я попала на крайний крайний север за три тысячи верст от своего родного дома в город архангельск и вот вы знаете мне кажется когда я начинаю вот это все анализировать свою жизнь прокручивать то мне кажется что вот именно вот этот вот момент когда я абсолютно не хотела никуда уезжать и тем не менее мне пришлось уезжать и я уехала в такую даль и вы знаете для меня это была очень тяжелая история потому что я не могла привыкнуть абсолютно к новым местам и вот я узнаете наверное полгода где-то я ревела белугой там я писала письма каждый день я хотела назад и вы знаете вот наверное сейчас молодежи даже трудно представить что вот во времена те которые я была молодая что это было настолько сложно связаться со своими родными со своими друзьями и вот я просто посредством писем а письма надо было ждать я не знаю неделями и может быть месяцами когда это все вернется назад и это было так тоскливо никаких мобильников не было и для того чтобы дозвониться мне до дома мне нужно было идти на главпочтам мне нужно было заказывать вот этот телеграф на телеграф и там ждать два часа очереди где-то среди ночи мне давали эту короткую связь и вот я там кричала в трубку как я скучаю как я хочу домой и и вы знаете вот мне кажется что именно тогда когда вот так вот я себя сломала или меня сломали даже не знаю как сказать но вот когда я тогда впервые оторвалась от берега своего родного как в той песне поется потом уже какие-то остальные перемещения для меня были очень легкими ну и там в архангельске я прожила 20 лет друзья не поверите да я сама не верю как могло так получиться но потом я как-то втянулась вы знаете наверное произошел какой-то переломный момент а потом все-таки молодость свою берет и я вышла замуж там и ребенок мой дочка моя родилась там я имею ввиду в архангельске на севере она у меня северяночка и поэтому как-то в общем вроде как и жизнь немножко наладилась я отвыкла от своего юга мне понравились люди северяне и вот я прожила там 20 лет но еще такой момент что в девяносто первом году вы знаете когда развалился ссср я работала в проектном институте до этого и в общем завоевала там как сказать себе как вы знаете друзья как трудно говорить о себе любимой что у меня прямо словесный затор произошел хотела сказать ну как сказать репутация была у меня великолепная скажем так и по карьерной лестнице я там продвинулась весьма успешно но вот связи с тем что в девяносто первом году произошел такой коллапс ужасное крушение всего практически и вот когда развалился советский союз то наш проектный институт в котором я работала первый практически который объявил себя банкротом и мы все оказались на улице и с тем с тем образованием которое у меня было в то в те времена работу было абсолютно не найти и никому не нужны были инженеры гидротехники по осушению болот и пришлось очень тупо в общем то тогда я помню я бегала искала работу потому что ребенок маленький дочка моя ее надо было воспитывать мы тогда на тот момент с мужем разошлись как раз в девяностом году вот и к были очень сложные времена и мне пришлось заочно заканчивать экспромтом второй университет финансовый и когда я закончила финансовый университет и получила какие-то курочки то я смогла найти себе тогда работу как вы знаете что в девяносто первом году в начале девяностых там только требовались бухгалтера финансисты экономисты и красивые молоденькие девочки с длинными ногами для работы с секретарями дождики дождики каждый день и вот видите водостоп какой здесь бурный я вам вот еще показываю видите какие огромные пароходы тут идут один за одним сегодня вот там вот второй если вам видно видите какой у нас сегодня солнечный чудесный день хотя ветрено конечно ну и вот вы знаете проработав на одном месте почти 15 лет имея прекрасную репутацию и хорошую карьеру я была вынуждена в 30 лет начать все с нуля все потерять практически и вот начинать все с нуля но это наверное не только я это очень многие вот так у нас тогда в те времена если мои ровесники смотрят мой канал то они это прекрасно все знают и испытали все прочувствовали на себе я просто знаю то что как ни странно но вот тогда вот сломались практически наверное 90 процентов наших мужчин которые работали тогда вместе и были весьма успешными также и были главными инженерами проекта и были главными инженерами института и большими начальниками и вот насколько я знаю подавляющее большинство вот этих мужчин они либо спились либо уже они не живы а вот женщины вы знаете как ни странно все практически смогли удержаться смогли ухватиться смогли как-то выплыть выкарабкаться очень многие пошли торговать вот этот челночный тогда бизнес знаете да но наверное тут что может женщин что поддерживала потому что детей надо было поднимать детей надо было воспитывать вот наверное самое главное а вот мужчины к сожалению в то время оказались слабаками большинстве вот к сожалению я вот это констатирую знаю что не понравится это мужчинам которые слушают мой к мой канал но друзья что поделать что есть то есть и я вы знаете тоже вот зарабатывала деньги вот этим вот челночным бизнесом в какое-то какое-то время ездила в москву в лужники это барахло какую-то косметику какие-то и вот это все мы возили этими ужасными поездами холодными в общем время конечно супер у нас вот это все я чувствовала на себе и в общем вот зарабатывала деньги потому что что я не была молоденькой длинноногой девушкой чтобы мне устроиться секретаршей и мне нужно было получить второй специальность чтобы где-то мне устроиться на работу и получать какие-то деньги пока я училась заочно я вот занималась так что вот так друзья потом когда я окончила этот в зфи финансовый институт заочно я смогла устроиться уже на работу потом и потом вот так постепенно постепенно начиная с нуля я смогла подняться опять я работала долгое время уже вот перед моим отъездом сюда в англию я работала в огромном отеле то есть вот получается что я вот смогла все с нуля опять начать и весьма преуспеть в этом ну вот друзья опять мой рассказ оказался долгим весьма и наверное даже утомительным для кого-то не знаю дослушали вы ли мой рассказ до конца а я еще в общем то и ничего мы не рассказала в сущности вот поэтому друзья я хочу узнать ваши комментарии если вы хотите продолжение этой истории то пишите комментарии а на этом я с вами прощаюсь всем доброго берегите себя пока пока